В эфире программа 112, инструкция по безопасности. Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. И в начале выпуска сводка ОМВД по Ненинскому округу за минувшую неделю. За прошедшую неделю на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 144 происшествия, из них с признаками состава преступления 26. По 18 преступлениям лица, причастные к их совершению, установлены. Общее количество выявленных административных правонарушений на территории округа составило 291. Из них за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольные и спиртосодержащие продукции в общественных местах, появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения привлечено к ответственности 75 граждан. Изъято одна единица оружия. Зарегистрировано 15 ДТП с причинением вреда здоровью недопущено. За прошедшую неделю нарядами ДПС составлено 117 административных материалов. Выявлено 8 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На посту Харягинский выявлено 25 административных правонарушений. В минувшие выходные прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город», в ходе которого составлено 10 административных протоколов. Выявлено 6 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на соблюдение правил дорожного движения при перевозке детей. По итогам операции проверено 81 транспортное средство. Составлено 3 административных протокола. Более 19 миллиардов рублей задолжали жители и предприятия округа различным инстанциям в 2015 году. Судебные приставы Ненинского округа подводят итоги работы за прошлый год. На заседании судебной коллегии руководители отдела федеральной службы рассказали об основных показателях и планах на 2016 год. Более 12,5 тысяч исполнительных производств было запущено судебными приставами в 2015 году. Большую часть из них составляют дела по судам общей юрисдикции, административным штрафам, взысканию долгов в пользу ЖКХ, заработной платы, налогов и алиментов. Эти группы дел считаются социально значимыми и находятся на особом контроле главного судебного пристава Ненинского округа. Так, в 2015 году окончено 557 производств по алиментам, 267 по взысканию заработной платы, 200 по налогам, более 500 по коммунальным долгам. В целях повышения эффективности исполнительного производства в отчетном периоде отделом реализован комплекс мер, в том числе по оптимизации межвежимственного взаимодействия с органами государственной власти, кредитными и иными организациями по вопросам кредитного исполнения требований из полудокументов. Помимо административной ответственности, должники привлекаются к уголовной. Таких в прошлом году было 40 человек. Злостным неплательщикам также ограничивают выезд за пределы страны. В 2014 году за рубеж не смогли выехать 292 должника, в 2015 уже 423. В цифровом выражении итогом работы судебных приставов округа стали 717 миллионов рублей, которые удалось взыскать с граждан и организаций. В целом, подводя итоги работы за 2014-2015 год, можно сказать, что уровень работы остался на прежнем уровне. Таким образом, в 2015 году 12 309 исполнительных производств возбуждено было отделано с суммой 19 мегашек за 741 миллион 364 тысячи. В течение года судебные приставы работают с населением, проводят встречи со школьниками, приглашают жителей на дни открытых дверей, издают памятки для должников. Специально для них был разработан банк данных исполнительных производств. С помощью этого сервиса в любом уголке мира можно узнать о своих долгах. За 12 месяцев его посетили более 4 тысяч жителей округа. В отношении экс-генерального директора открытого акционерного общества «Наринмарстрой» возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, Александр Смирнов обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, генеральный директор, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную со строительством, в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента. По перечислению в бюджет, учрежденного с апреля 2014 года по апрель 2015 года, заработные платы работников налога на доходы физических лиц на сумму более 15 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Еще одно громкое дело, но уже в отношении бывшего начальника Наринмарского гостехнадзора Владимира Хозяинова, обвиняемого в совершении семи преступлений, в том числе получения взяток. Владимир Хозяинов приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 5 миллионов рублей. Если в течение 10 дней обвиняемый не подаст в суд апелляционную жалобу, приговор вступит в силу. Коррупционное дело Владимира Хозяинова началось весной 2015 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в квартире подозреваемого и нашли десятки пятитысячных купюр и выписки с лицевого счета. Владимир Хозяинов хранил в банке 7 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил в качестве взятки. Экс-руководитель Наринмарского гостехнадзора за денежное вознаграждение подписывал документы. Сначала протоколы заседаний проверочной комиссии филиала Ухтинского университета об успешном проведении экзаменов инженерно-технических работников. Затем утвердил акт приема котельной детского сада на лесозаводе. Тогда в качестве подрядчика выступила архангельская компания «Теплогазострой». Известна еще одна коррупционная история. По версии следствия, в ноябре 2014 года чиновник за энную сумму утвердил акт о расследовании группового несчастного случая с работниками Ухтинского филиала «Восток Геофизика». Компания не имела разрешения на производство взрывных работ, но проводила их. В одном из них пострадали два сотрудника. Они получили ожоги и травмы средней тяжести. Ухтинскому филиалу удалось избежать наказания и крупного штрафа из-за отсутствия сведения на разрешение взрывных работ и липовом документе. Путем частичного сложения наказаний хозяину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжален суд не низкоавтономного округа. Судебный приговор – результат совершения семи преступлений, предусмотренных частями первой и третьей статьи 290 Уголовного кодекса. Это получение должностным лицом взятки и получение взятки за незаконное бездействие. Он сейчас до вступления приговора в судебную и в законную силу направлен в следственный изолятор. Ну а если после вступления в законную силу, если он затвердится, то он будет направлен для отбывания наказания в том случае, если он вступит в законную силу. Дело Хозяинова – не первый случай уголовного наказания коррупционера. Бывший сотрудник ГИБДД в прошлом году был отправлен на 8 лет в колонию строгого режима. Евгений Ольховский возвращал водительские права нарушителям за вознаграждение. Еще двое сотрудников дорожной инспекции скрывали сведения о нарушениях правил на дороге некоторыми таксистами. Расследование этого уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры. За взятки в особо крупном размере ждут наказания еще несколько человек. Это экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Николай Дроздов. Он сейчас находится под домашним арестом. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Сергей Савельев заключен под стражу. Обоим грозит 10 лет лишения свободы. 8 марта 2016 года в дежурную часть МВД России по Ненинскому автономному округу поступило сообщение о безнасиловании женщины. Со слов потерпевшей, мужчина напал на нее в ночное время во дворе одного из жилых домов. При этом высказал в ее адрес угрозы убийством, если она будет оказывать сопротивление. После чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Наринмара. В настоящее время молодой человек задержан и помещен в изолятор временного содержания УМВД. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Никто не знает, сколько живет рядом с нами людей, кому выпало несчастье стать жертвой изнасилования. И никто не застрахован от такого способа господства над человеком в предрасполагающих обстоятельствах. Но вот сократить до минимума эти обстоятельства, а также знать, куда обратиться и что делать. Если подобное все же случилось, дело вполне возможное. Насильники вообще – это люди уже больные. Они больны тем, что они получают удовольствие, когда другому человеку плохо. И понятно, что они вызывают других людей к таким чувствам, как жалость, как очень сильный страх. И поэтому, когда вдруг в момент, который уже невозможно было избежать, люди начинают вызывать именно к страху, ну там, испытывать страх или взывать к жалости, к сочувствию, то это совершенно приводит к обратному результату. А вот как разбивать стереотипы – это просто задать какой-нибудь совершенно немыслимый вопрос, который бы не имел отношения ни к чувству ни страха, ни жалости. Ну, по поводу завтрака утром или что-нибудь совершенно такое странное. Когда люди вообще испытывают очень сильный страх до того, то с ними работают психологи для того, чтобы подготовить. И это тоже зависит от индивидуальных особенностей. Человек один может так сказать, а другому это очень сложно, потому что он просто поддаётся панике, панической атаке. Конечно, ситуация, которая вокруг этого сейчас, например, разговоров очень много, вызывает очень большие страхи. И люди уже подсознательно боятся. Страх – это то чувство, которое как раз притягивает к себе некоторые такие ситуации. Вообще страх, он считывается, он чувствуется, и те же самые насильники, они страх чувствуют. Поэтому здорово, если люди, которые уже испытывают страх, то они поработали бы до того с психологом. И если вдруг, не дай бог, это уже случилось, то, конечно, работа по устранению простравматического синдрома, она, конечно, совершенно необходима. Даже если и кажется, что это, ну, может быть, всё так прошло и забылось, и можно на это не обращать внимания, то поработать с этой травмой обязательно надо, потому что она впоследствии может оказывать на дальнейшую жизнь очень большие воздействия. Надеюсь, что эти советы вам помогут быть более бдительной и избежать изнасилования. Но если это произошло, заявлять в полицию или нет – это ваше решение. А вот к психологу сходить обязательно нужно, скорее даже к психотерапевту. Память человека не стереть, она постоянно будет напоминать пережитое прошлое. Пережить это сложно, но можно только с поддержкой специалиста и близких. Это была программа 112, я и её ведущий Иван Никонов. Будьте внимательнее, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова